добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торры недельная глава на сон и у нас священные дары мы знаем что всевышний сказал что от всего сердца мы будем приносить разные предметы в храм собрали золото серебро и медь и голубой шерсть багреницу и черенцу ильюн драгоценные камни и все для строительства храма вожди подумали то они дадут то чего будет не хватать весь народ соберет и они посчитали что все оставшиеся дают они из своего кармана но не тут-то было люди настолько воплотились словами всевышнего издавали каждый все что просили не жалея и поток людей шел давали давали драгоценности в конце концов уже достаточно было уже больше чем нужно маша говорит все больше не собирайте и вожди поняли что они здесь просчитались недооценили народ и теперь они просят маша взять какие-то предметы в общем пишет бедра что далее не драгоценные камни для их воды и для хошена и вот они дарят еще шесть повозок и соответственно 12 быков для того чтобы эти повозки служили при переноске храма как маша распределил повозки по слову всевышнего он дал две повозки ценам гершона они носят ткани то есть в распоряжении сынов гершона под руководством элисафа сына лаэля он руководит левитами которые носят четыре потолка храма мы знаешь на четыре потолка первый это голубая шерсть по грязи чернице или он скрученные вместе и был соткан этот потолок на нем были вытканы изображение кругов то есть что невероятно красивая посредине этого полотнища идут золотые крючки 50 золотых крючков в петлях с голубой шерсти именно очень самый дорогой это голубая шерсть была в храме так такое получше было первым а над ним было полотнище все из козьей шерсти и соединено было медными крючками третье полотнище было и шкур бараних окрашенные в красный цвет и четвертое покрытие называется шкуры тахашей из них было сделано это покрытие это мудрецы предполагает что это единорог был цветной кожей чем она встречается только в торе нефтанахи нигде больше на не встречается очевидно это животное всевышний прислал для только для строительства храма вот так и это очень красиво выглядело переливалась на солнце храм был великолепен кроме этого у нас есть ткани такие есть у нас полов при входе в шатер это также голубая шерсть багреница чернице и лен сотканные вместе по шесть ниток каждое берется для этой ткани и еще интересно что круг и которые были на изображены были не вытканы как в случае потолка и завесы которые отделяют святилища от святых они были вышиты это более легкая работа чем выткать их вытканы были только на завесе и на потолке еще у нас есть вход во двор вот этот полов при входе во двор тоже был сделан из тех же ниток голубая шерсть болит серийцы и лен скручены вместе и с вышитыми кровами кроме этого сам забор был сделан из льна вся окружность двора была им обрамлена это был лен тоже огромная такая ткань была длина если взять ее 100 локтей длина а ширина была 50 локтей двор где-то был получается у нас 50 на 20 метров если посчитать 2 по 50 метров примерно вот так вот это все носили левиты гершона ну естественно к ним были веревки нежной натягивали вот эти все ткани как палатку не натягивали на шатре и натягивали вот это сам забор чтобы он четко распорядка распорядка располагался таким видно столбы на которой держали скань на было тебя натяжку делать с помощью этих веревок и кольев вот это все носили левиты колено гершона семей гершона и у них для этого есть две повозки и четыре быка а вот сыновья брали они носят самые тяжелые предметы то есть это выше нашего понимания потому что если посчитать что у нас столько 5 метровых это 10 локтей было 57 балок то есть 48 балок это сам шатер буква п русская так сделан был и 20 балок это была длина шатра с одной из другой стороны и задняя стенка была это тоже восемь балок учетом двух угловых потом были же четыре балки или четыре столба на которых висел занавес завеса являющая святилище святых и еще пять на годе пять этих балок на которых держался занавес назывался он полог при входе в шатер вот эти пять балок это получается 4 5 и 48 это получается 57 балок только таких 5 метровых а кроме этого были еще по пять локтей эти столбы которые были вокруг двора это ей было 60 и можете себе представить по два слоя метра 60 таких столбов и в каждом на каждом слое было по подножию то есть 160 подножий в шатре было получается 100 подножий серебряных и 5 подножий медный на приходе было медные подножия вот так вот то есть это все имело вес уже каждая подножия подножия весил один кикар кикар это около 50 килограмм в общем получается если взять даже одну балку то есть меня что одна балка получается высота 5 метров ширина 75 сантиметров и толщина мы не знаю какая нуравец как зильбер в лосферной памяти по преданию мы знаешь это один локоть это 50 сантиметров то получается тогда около то на 800 две тонны одна балка и если мы возьмем лист металла и они не были были обиты листовым золотом то есть если мы объем такую балку то получается лист металла будет два с половиной метра на пять метров такой огромный лист мало того что мы еще учитываем торцевые верху и внизу золота то есть это очень много весело все и можете себе представить на всего четыре повозки если положить такие балки дать допустим даже сам шатер это получается даже взять всего лишь 48 вот этих балок такого размера большого то если каждый весит по три тонны а ну посчитаем то у нас получится чуть ли не 150 тонн какая-то повозка выйдет же те два быка могут повезти такую повозку которая будет чуть ли не 40 тонн веса тут или чудо или никак это все выжить сделал это просто чудом потому что некие быки не потянут такое такую повозку понятно что здесь чудо не обошлось и есть менее наших раввинов что эти балки ничего не весили мы как невесомости просто привязывали вот этим вот повозкам чтобы они не разлетались как невесомости вот так вот нам в основном известно это за ковчег что он носил своих носильщиков но балки тоже такие потому что по-другому это никак не скажешь потому что если одних подножий только взять сто подножий серебряных плюс шестьдесят пять медных как минимум то это невероятное количество будет металла одному фигур вы это увидели вот так вот кроме того же были еще кольца которые соединяли балки вверху и были у нас все засовы и кольца были каждому засову таких засову только было 15 кроме того еще был центральный засову который проходил сквозь все балки это все было с дерева обито золотом это все очень не про ней легкая легкие изделия это все должны уносить левиты мрари под руководством суреля сына вихаиля оба эти левита и лесов сын лаэля и царицы вихаиля они подчинялись и тамару а левит и кегата они не получили и повозок потому что сивы искал на плечах своих они должны были носить казалось бы ну что не должны носить на плечах там совсем немножко материала но это самые священные предметы возглавлял левитов и кегата эльцефан сын узеля это двоюродный брат машин и агарона вот он их возглавлял и у них распоряжение естественно ковчег завета и стол предложения с хлебами и маленькие жертвы к минора большой жертвы который во дворе храма не знаю по моему вальник тоже и носили это не пишется который стоял между шатаром откровения и жертвы вот так вот вот это было под руководством элязара коэна ему подчинялись только левит и кегата вот поэтому скорее всего повозки нужны были чисто символически скорее всего поэтому все вышли и не говорит что что они должны быть это уже сами вожди попросили принять их чтобы облегчить работу левитом но всевышний так устроил шатер что скорее всего они могли очень легко их носить эти предметы даже по-другому не скажешь она сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души мой шабин давид берта батесрель клара бат сергей памяти павел бен эфим яков бен ахум владир бен григорий за здоровье светлана батлара шелом йова бен сара шимон бен эсхак и на батмера бориса мрия мощи бен маня анна бат ривка игорь бен кира полина перво своя сура лена баклара дарит бен стела желим от ида рахель бат лилия анна бат елена стела баттейла эфим бен эстер и на во дворо двором от греем столбен рахель моисей бен ева ирина во дворо йосиф бен раиса инесса бот мэль и гейбин берта и гейбат это фира бот она геннани бен елена и лена бот инесса ольга бат светлана и оси в дан бен сара тани бот рида и дават рива вадим бен татьяна юрия бот бела яков и оси бен рахель шимон бен миро фейга бот дата ася бот года мир марк винина и робот вера леон бен клара рафаэль бен клара хана цепора бацара и 2 х а вива и финбин соня майя бот фаина алексей бен ольга гая бацарит мазал бороза сгула ирина батури ароны рябин ри взросший дух ароны рябин двое роднис бен ахум вигань бацара хана бата врагам рафаэль релем бен лариса галя бот гидали параса блюд лирмен рая анна бот александра марина бот рая борис вен марина алексей бен наталья всего хорошего ли бумажника всем браха порно сакова на мазал то что мы это время не грешили читали тору всем все самое наилучшее всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч и пусть скоро закончится страшная война надеюсь наша встреча состоится завтра в 10 40 шалом